Смоленская АЭС На плановом совещании с руководителями подразделений о техническом состоянии доложил главный инженер станции Алексей Лещенко. По производственной деятельности в работе у нас три энергоблока, суммарная нагрузка 2900 мегаватт. Работаем в условиях повышенных температур. Директор станции Павел Лубенский сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». По концерну в работе 29 энергоблока, в ремонте 8. Фактическая мощность на утро 22645 мегаватт, что составляет 100,3% к плану заданию ФАС. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 2898 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. За 13 дней июля энергоблоками Смоленской АЭС выработано 842 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 1 миллион киловатт-часов. С начала года выработка составила более 11 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана 176 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. При поддержке Смоленской АЭС в МСЧ-135 создана лаборатория психофизиологического обследования. Для ее работы компьютерными комплексами со специальным программным обеспечением оснащен кабинет во врачебной амбулатории при атомной станции. Новое подразделение возглавила медицинский психолог Светлана Романова. Подразделение оснащено, как вы видите, компьютерными программами, на которых люди проходят обследование, которое впоследствии будет в совокупности с медицинским осмотром свидетельствовать о пригодности сотрудников атомной станции для дальнейшего прохождения работы в условиях ионизирующего излучения. В лаборатории уже проходит психофизиологическое обследование персонал, работающий в условиях ионизирующего излучения. Теперь это обязательная часть медицинского осмотра, введенная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. Правильное и грамотное проведение медосмотров, выявление заболеваний на ранних стадиях обеспечит не только сохранение жизни и здоровья наших пациентов, но и безопасность Смоленской атомной электростанции. Для диагностики на компьютеры установлена автоматизированная система, которая позволяет определить уровень психической и физической работоспособности, состояние индивидуально-личностных особенностей, обуславливающих профессиональную надежность персонала. На открытых площадках прошли соревнования по пляжному волейболу среди цехов Смоленской АЭС. В соревнованиях приняли участие 12 команд – 8 мужских и 4 женских. Такие команды, как «Химцех», «Реакторный» и «Цех Таи» выступили двумя и тремя командами от «Цеха». В таком формате играли впервые. У мужчин места распределились следующим образом. Первое место – «Химцех», «Филалаев Михаил», «Шкурин Артем». Второе место – «Служба безопасности», «Переходкин Валентин», «Михальченков Николай». Третье место – «Цех Таи», «Коновалов Александр», «Цуриков Максим». У женщин только две команды вошли в зачет соревнований. Первое место – «Безопасность», «Отдел метрологии», «Степанова Ирина» и «Переходкина Елена». Второе место – «Химцех», «Романенкова Наталья», «Шальвир Екатерина». В этом году были приобретены две новые сетки для пляжного волейбола. Это увеличило пропускную способность соревнований. Одновременно могут соревноваться восемь команд. У нас в городе удивительная возможность играть в волейбол на свежем воздухе. Семь волейбольных площадок. Благодарим всех участников соревнований, поздравляем победителей и призеров. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе «Смоленской АЭС» в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»